здравствуйте вас приветствует канал идеальный мир и сегодня я решила показать свои сеянцы эустомы из пяти гранул зашли все пять поэтому эустома меня этим очень порадовала я села с вами такую фиолетовую стому но не сдержалась купила еще вот такую бело-фиолетовую и белого цвета я сделаю такую композицию посажу все три сорта в одном большое кашпо посмотрим что получится что хочу сказать эти две у меня еще не зашли так как я посела совсем недавно всходы появились буквально недавно вообще сходит эустома очень медленно и можно уже даже не надеяться что они появятся но все же вы не расстраивайтесь а усердно ждите появления всходов если же ваш гранула долгое время не тает вы периодически увлажнитесь пульверизатора или даже можно зубочисткой осторожненько так надавить и таким образом наши сеянец быстрее появится на свет после появления сеянцев температуру лучше снизить примерно до 18 градусов я снизила тем что я сняла просто-напросто пакетик я его накрывала ну буквально не знаю два-три дня но если у вас сухой в помещении воздух то лучше подержите в таком парничке 5 дней активно правда проветривая около трех раз в день пикируют эустома когда появится 23 настоящих листочка но этого делать не буду так как у меня каждый сеянц находится в отдельном контейнере вот такие они совсем крошечные даже не видно их или нет не знаю так далее что хочу сказать когда земелька подсохнет и потребуется полив я полью водичкой с добавлением фунгицидов фитоспорин и слегка взбрызну из поливизатора по листу совершенно слегка слегка затем при следующем своем поливе добавлю биостимулятор циркон чтобы повысить устойчивость рассады к стрессам переувлажнению засухи сухому воздуху в квартире и так далее дальнейшем маленькой дозировки но при каждом поливе я буду подкармливать свою рассаду агриколой для рассады ну или вы можете воспользоваться любым другим растворимым удобрением вот и все мероприятия в ближайшие полтора даже два месяца с рассады и устомы но еще хочу предупредить что будьте осторожны если у вас стоит и устома на подоконнике чтобы такое яркое весеннее солнышко не пересушила верхний слой земельки и просто-напросто не перегрела листочки потому что устома у нас на данной стадии очень очень еще нежная ну вот и все в принципе что я хотела сказать на таком раннем первом этапе развития эустомы удачи выращивания этого замечательного цветка